Приветствую вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые коллеги, спасибо за предоставленную возможность выступить на столь большой платформе, потому что сейчас наша союзная направленность на восстановление нашего промышленного потенциала. Я бы хотела сказать, что сегодня набирают оборот активный диалог в профессиональных кругах о технологическом суверенитете экономик ЕАЭС, и интеграция экономик стала ведущей тенденцией развития мирового хозяйства. По данным ВТО, в мире насчитывается порядка 546 торговых блоков в форме соглашения свободной торговли в таможенном союзе. Из них 407 являются нотифицированными и реально действующими. Все страны-члены организации являются членом хотя бы одного интеграционного объединения. Мировая наука долгое время рассматривала развитие интеграционных процессов, исключительно с точки зрения тех экономических эффектов, которые получают страны, объединив свои усилия в деле улучшения социально-экономического развития. И в связи с этим считалось, что интегрироваться должны страны с приблизительно равными социально-экономическим развитием. Но череда событий стала придавать интеграционным группировкам геополитический контекст, который диктует необходимость таким объединением, как Евразийский экономический союз, идти по пути нарушения теоретических законов интеграции и расширять сферы своего влияния за счет менее развитых стран. На этот геополитический фактор обострил проблему устойчивости и экономической безопасности интеграционных объединений. И, как показывает мировой опыт, в современном мире одной политической воли недостаточно, хотя это и немаловажный аспект. Однако именно общие экономические интересы и возможные эффекты от их реализации являются важнейшими составляющими жизнеспособности любого интеграционного объединения. По сути, современная наука встала перед проблемой создания новой теории устойчивой экономической интеграции и безопасного интеграционного объединения. Становится понятным, сегодня мы должны кооперироваться и производить больше качественного, востребованного и конкурентоспособного продукта, а также продукта, не отвечающего этим критериям, но обеспечивающего технологическую самостоятельность союзной промышленности. После развала Советского Союза самый серьезный удар был нанесен по промышленности и кооперационным связям между бывшими союзными республиками. С тех пор важнейшей проблемой экономического развития стран ЕАЭС, которая порождает большинство внутренних угроз, стала проблема развития и диверсификации национальной промышленности. Три страны из ЕАЭС из пяти практически полностью зависят от экспорта ресурсов. Россия и Казахстан от энергетических ресурсов, Кыргызстан от драгоценных металлов. Двум оставшимся странам повезло меньше, так как они не обладают богатой ресурсной базой, тем не менее доля минеральных продуктов в экспорте Беларуси, которая является фактически реэкспортом российских ресурсов, составляет около 30%. Следовательно, одной из первостепенных задач стран ЕАЭС является проведение совместной индустриализации и инновационной модернизации производства, которые должны стать основой для реформирования экономик стран в целом. В процессе совместной индустриализации стран ЕАЭС должно обеспечиваться формирование макроэкономических перспектив инновационного развития национальных экономик. Все это доказывает необходимость разработки и реализации общей промышленной политики и активной работы самой промышленной кооперации. Надо отметить, что работа в этом направлении ведется Евразийской экономической комиссии успешно и вот приняты нормативные правовые акты об основных направлениях координации национальных промышленных политик и вот сейчас новый документ о механизмах финансирования кооперации, где мы приняли, так скажем, инструмент, лежащий на поверхности и уже практикующийся во всех наших странах, но достаточно ли этих инструментов, я считаю, конечно же, нет. И сейчас, когда мы будем углубляться в эту работу, мы будем ощущать те болезненные точки, те узкие места, от которыми мы должны будем с вами качественно поработать. Создание промышленных кооперационных проектов должны быть вовлечены как государственные компании, так и частные, так как с одной стороны интегрировать государственные компании проще, их скорость и глубина интеграции во многом зависит от политической воли стран, но с другой стороны в условиях ЕС есть опасность бюрократического затягивания процесса и может быть даже в течение пяти лет мы с вами начнем констатировать, что мы ничего-то и не достигли. Поэтому я думаю, что работа должна вестись и с частными компаниями, которые тоже может быть сложнее, но при успехе проекта такие компании будут больше застрахованы от политических рисков. Но приоритетными кооперационными проектами мы видим проект в отрасли электронной промышленности и в отрасли машиностроения, как основного производства средств дальнейшего технологического передела. Мы должны глубже осознавать принятые цели промышленной политики ЕС по снижению зависимости от стран наших от поставок импортных товаров, дефекцию товарного экспорта и перехода стран Союза на инновационный путь развития. Полагаю, все же совместно придем к консолидированному бюджету, так как я вижу, что в совокупности данные бюджеты должны быть на базе существующих институтов в Союзе. И пример, конечно, мы должны рассматривать успешно функционировающего Евразийского Европейского Союза. Но и все же к программному финансированию, в итоге рассчитанному на долгосрочный период. В 2023 году мы ожидаем, что Евразийская экономическая комиссия и будет отработан качественный перечень кооперационных проектов. И при их реализации будут определены именно те узкие места поддержки и финансирования, которые мы сможем в короткие сроки рассмотреть и принять более качественные решения. Сейчас я хотела бы передать слово своему коллеге Шамиле Смаилычу, начальнику управления развития инновационных проектов, для презентации нашей созданной госкорпорации в форуме акционерного общества Кыргызской индустрии, которая создана в рамках принятых промышленных документов и промышленной политики с прошлого года. Кыргызская республика занимает лучшие показатели по ВВП, по росту ВВП в Союзе. И в этом году мы взяли курс на создание промышленных объектов. С этой целью в прошлом году была создана госкорпорация и у этой госкорпорации имеется достаточно много преференций на уровне национальном Кыргызской республике.